В этом году Узбекистан председательствует Шанхайской организации сотрудничества. 21 год назад наша страна присоединилась к ШОС в качестве учредителя и по сей день активно участвует в ее работе. Вместе с тем председательство позволит не только продолжить свою стратегию роста внутри организации, но и обогатить ее новыми гранями, которые будут давать конкретные результаты. По случаю очередной годовщины ШОС в столице состоялся брифинг, говорилось о проделанной совместной работе. Обсудили планы на перспективу, вопросы, которые будут включены в повестку предстоящего саммита ШОС в Самарканде. Джамшид Суатов узнавал детали. Сегодня роль и авторитет Узбекистана. Его престижи растут не только на региональном уровне, но и во всем мире. Наша страна оказывает позитивное влияние на решение многих глобальных вопросов. И в этом немаловажную роль играет партнерство с Шанхайской организацией сотрудничества. Сегодня одной из крупнейших организаций мира исполняется 21 год. И важно то, что в рамках ШОС Узбекистан выдвигает множество актуальных инициатив и предложений, способствующих повышению ее имиджа на международной арене, соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития. Стратегия, реализуемая на пространстве ШОС под руководством президента Шавката Мирзиёева, основывается на таких принципах, как конструктивность, прагматизм и инициативность. Общая площадь стран ШОС составляет порядка 34 миллионов квадратных километров, а это более 60% территории всего Евразийского континента. Ну а общая численность населения более 3,4 миллиарда человек, а это почти половина населения всей планеты. Председательство Узбекистана в данной организации — серьезный политический процесс. Это позволяет нашей стране не только продолжать свою стратегию роста внутри организации, но и обогатить ее новыми и значимыми гранями, которые будут давать конкретные результаты. О проделанной в этом направлении работе и планах на перспективу говорилось на брифинге, состоявшемся по случаю знаковой даты — 21-летие Шанхайской организации сотрудничества. Как показывает анализ, в 2017-2021 годах президент Узбекистана выдвинул на саммитах ШОС около 50 важных и актуальных инициатив, что является очень высоким показателем. Эти предложения последовательно реализуются в дорожных картах, нормативно-правовых, программных и концептуальных документах, а также в виде нового механизма сотрудничества. Говорилось также о целях и задачах Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане, основными направлениями которого является содействие и укрепление взаимного межнационального согласия между странами ШОС, участие в расширении культурно-гуманитарных связей, создание условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия между институтами гражданского общества, содействие развитию сотрудничества в информационной сфере, применение инструментов народной дипломатии с целью сближения стран ШОС и их народов. Как мы знаем, деятельность Центра была налажена в рамках исполнения соответствующего постановления президента Республики Узбекистан, а также в рамках реализации стратегии действий 17.21. Прошло почти 4 года, и мы можем подводить какие-то итоги. Вот насколько эффективно себя привел данный Центр, и каковы же планы на перспективу в дальнейшем? Вы знаете, в начале нашей деятельности мы акцентировали основное внимание на изучение опыта других стран в сфере народной дипломатии по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с негосударственными общественными организациями государств-членов ШОС. То сегодня мы уже на системной основе проводим регулярно, проводим различные культурно-гуманитарные мероприятия. Это связано с парламентской дипломатией, со спортивной дипломатией, с дипломатией знаменитости и так далее. Потому что реалии современного мира, они диктуют сближение наших народов. А народная дипломатия как раз таки является тем инструментом, который распространяет взаимное доверие среди людей. В этом году в рамках председательства Узбекистана в ШОС нами были запланированы 50 мероприятий. Половина из них уже осуществлены. Мы сделаем основной акцент на развитие молодежной дипломатии. В этом году собираемся провести телемост молодежи государств-членов ШОС в Самарканде. Будем продолжать ту работу, которая обозначена в постановлении президента Республики Узбекистан о создании нашего центра. В ходе брифинга дана подробная информация об ожидаемых вопросах, которые будут включены в поездку предстоящего саммита ШОС, где будут подведены основные итоги председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества.